Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашему вниманию хотел бы представить доклад по теме минералы-концентраторы лёгких экроземельных ферментов в синвизах экологитов и скендерлитов. Экологиты — это метамортические породы, которые в основном состоят из амфоцита, то есть из амфоцита, граната, тропа альмандинового ряда с акционными минералами кианид, каисид, рутил. На данном сайте вы можете также видеть уникальные амфоциты. Кианид является образующим минералом 18% объёмных и в одном из условий экологитов до 20% каисидокварца. Экологиты являются уникальным источником информации о процессах суббукции активистской коры в длинные части алитосферы. При этом, как и все экологиты, из амфоциты, так и из металлортических комплексов, с амфоцитскими амфоцитовыми трубок, они подвержены значительным вторичным изменениям. То есть вокруг граната образуются мощные амфоцитовые каймы, вокруг кианид образуются различные амфоциты, а посыпь замещается в клейно-трекцент, в ладикаске и шпатном с амфоцитом. В некоторых образцах, допустим, первичного амфоцита, вообще, в принципе, мы не можем, ну, не находим. Также вокруг амфоцита образуются кварцевые каймы, либо амфоцит полностью переходит в кварцевые каймы. При этом во всех амфоцитах отличается шпина наибольшего изменения во время растопировки амфоцитов от верха с кемберлитовым расплавом. Собственно, кемберлит — это гипотестальная, облегчевидная типообразная порода ультрасовного состава умеридного щелочного ряда, в которых присутствуют различные минералы, клинопероксин, пирог, хромид, синодельный материал, который был захватен в процессе подъема амфоцитового расплава, а также наиболее важные и интересные форменты пород из-за любимых боев от маленькой земли. Это айпогили, трексники и различные редкие разновидности маленьких пород. Кроме того, хочется подчеркнуть, что кемберлит очень обогащен крупными ионными литрофильными элементами, и литрофильными элементами. На данном слайде вы можете видеть фотографии пород из кемберлитов удачной восточной, наиболее свежей, наиболее удивительной трубкой, по ней было опубликовано множество работ. При этом, при изучении экологитов, возникает вопрос о палово составе породы. Как было отмечено ранее, экологиты очень сильно изменены вторичными процессами. При этом возникает вопрос, как определить первичный состав пород. Этим вопросом занимается протяжение уже 10 лет, и было принято решение демонструировать валовый состав на основании модального отношения к кемберлитероксена и граната. И очень-очень редко, в некоторых работах, добавляет состав в реконструированные руки. И, как было отмечено, все, по большей части, реконструированные валовые составы демонстрируют объединения по легким распределениям элементов. И ученые предположили, что это след частичного плавления экологитов в процессе индукции. В рамках нашего исследования с архитологом содержащих пород с кемберлитероксен удачным, было установлено, что мы использовали этот за метод реконструкции валового состава, и мы можем видеть некую демонстрируюность по легким распределениям элементов. Однако, так как наши ипогиты содержат группилы КСИ, это ограничивает степень естественного плавления в 10%. И у нас возник вопрос дальнейшего развития этой темы. И в 2018 году была опубликована очень хорошая работа, где наши химики провели сравнение между измеренным валовым составом породы и реконструированным. Как вы можете видеть, измеренный валовый состав породы и демонстрирует обвинение по легким земельным элементам, только в то время, как реконструированный имеет. Естественно, было предположено, что происходило обогащение породы символитного расплава в процессе металстоматоза, и, собственно, эта депритированность нивилируется за счет приноса символита. Однако, порода не может контаминировать больше 100% киндолитов. Возникает вопрос, какие минералы могут содержать высокие концентрации легких земельных элементов. У нас есть четыре кандидата. Апатит и перовскит. Апатит и перовскит – это очень расстосленные минералы манитных фенолитов. Было много что опубликовано на работу, последняя ревьюшная была опубликована, и два новых кандидата – титанит и аланит. При этом титанит в фенолитах не был найден, в фенолитах он описан, а вот минерал аланит, который является очень важным минералом пищевым в металлических породах, который концентрирует до 90% легких редкоземельных элементов, и 75% урана. Кроме того, он имеет широкое поле стабильности, и в принципе должен существовать и выживать при субдукции протокенического дна в мантийной глубине. С нами были отобраны образцы стабильности удачные, которые находятся на спиртской платформе на логическом стабильном поле, и в том, что есть стабильность удачных западного и восточных, которые отличаются в степени изменения синолитов, и также отличаются по разнообразию мантий парогенетис. Первичная минеральная ассоциация изученных трех инолитов представлена гранатом, клинопероксеном, каиситом, рутилом, и также в одном образце был диагностирован гранатом. И алмаз. Собственно, как я уже говорил ранее, первичные минералы изменены вторичными процессами, при этом некоторые минералы полностью помещены синтептидом. И в процессе очень длительного изучения аксессурных минералов нами был диагностирован аланит. Аланит находится в межзерном пространстве совместно с вторичными минералами, садолит, кальцит, нефилин, и многие-многие-многие другие, которые являются отличными минералами, образующимися в процессе поимодействия экологита и цимберлитового расплава. Кроме того, собственно, мы провели расширку условий для трех экологитов, при этом использовали уникальный гетермобарометр, который позволяет включить независимые оценки температуры и давления для терминеральных пород в силу особенностей. И мы получили диапазон давления до 4-7. У В-567 это алмазносный налит, у него полистабильность алмаза и давление в 4-7. И диапазон температуры от 1000 до 1100, что более-менее соответствует полистабильность алмаза. С нами был изучен элементный состав гранат амфоцита и ланит. При этом гранат имеет типичное распределение лекоземельных элементов для монетизирования демонстрируют значительное обогащение по лесу и элементам. По химическому составу ланит демонстрируют следующие вариации, типичные для полониды киломатических комплексов. При этом удержание земельных элементов от 19 и 26 массовых пациентов, он вообще не содержит урана и очень высокие концентрации. характерна для ланиты из геометрических обректов. Мы провели реконструкцию валового состава для ланит, содержащих геометрозитов. Мы посчитали квадратный турл. Обычно берется какое-то абстрактное осуществление граната и героксена, которое определяется визуально. Мы же пошли дальше, мы использовали турл, посчитали площадь и били более-менее точно модально собрание минералов. При этом я хочу отметить, что зерен ланита нашли было найдено всего лишь за десяток. То есть это очень-очень мало. Мы провели реконструкцию валового состава без ланита. Это вот этот спектр. И добавили немножко ланита, которую мы посчитали. Вот вы можете видеть, что в принципе депритированность спектр почти полностью исчезла. Но мы решили также измерить валового состава породы для этих же образцов. У них есть отличные корреляции по форме. Спектр вот красная и зеленая толстая линия – это измеренный валовый состав. А продуктивная красная линия – это реконструктивный валовый состав с ланитой. Собственно, наши расчеты очень близки. При этом, при этом, учитывая тот факт, что ланит содержит высокие концентрации неодима – 0,8% до 3%. Он является основным минераловым концентратором неодима и самария. Мы измерили валовый состав неодим-неодима и самария-неодима в породе. И мы обнаружили, что неодим-неодим и самария-неодимовое отношение очень близко к киндерлиду. Что, собственно, тоже указывает на киндерлидную природу ланит. Мне хочется отметить, вот желтые кружочки и белые. Желтые кружочки – это измеренный валовый состав для их лагита. Белые кружочки – это реконструированный валовый состав неодим-неодим и самария-неодима для граната и клинопероксена, для этих же образцов. Соблюдается значительная разница несоспадения. Это тоже, как говорит, что именно ланит контролирует основное состояние неодима и самария в породе. Ну и основные выводы. Валовый состав породы рассчитан на основание редкоэлементного состава граната. Ямблоксена демонстрирует защитительное объединение по легким земельным элементам. В то время как измеренный валовый состав имеет близкое киндритовому образу из земельных элементов. Тогда, с нашим расчетом, крайне малое количество ланитов полностью ювелирует объединение по легким земельным элементам самария-неодима. Процептория урана содержится в каком-то другом минерале. Сходя из миниалого-психографического положения ланита в различных флаггитах можно сделать вывод по его вторичности по отношению к гранатам в отсутствие геонику и рутилу. К сожалению, мы не нашли его в виде включения в первичных минералах, хотя очень надеялись, потому что это была бы очень важная находка. Первая находка ланитов и флаггитов указывает, что легкоземельные минералы стабильно обогащенных алюминием в монетинных породах достаточно широким диапазонным температурой и давлением. При этом они имеют более широкое распространение, чем предполагалось ранее. Повышенные данные указывают, что присутствие легкоземельных минералов, таких как ланит в монетинных породах, можно объяснять сходство между неодимым и неодимым отношением между звериным валовым составом и флаггита и этим же отношением к кемберлите. Измеренное неодимым и неодимым отношением флаггита, контролированное с точки зрения листа ланита, близко к смещающему кемберлиту, что также позволяет делать в ход кемберлиту в природе, изучая зверина ланита. Мы предполагаем, что под кемберлитовый карбон антибиодин масос в последующем позволяет мигрировать к карбонатным сплавам, богатыми эрикоземельными элементами, минимальным взаимодействием с окружающими породами. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.